Всем привет! Сегодня у меня Штиером. Штиером это наше блюдо знакомое с детства. Штиером ещё местные немцы называют Кайзершман, но они готовят немножко по-другому. Я покажу как мы готовили дома. В чашку высыпаем 500 грамм муки. Сюда отправляем один пакетик разрыхлителя. У нас пакетики 15 грамм. Разрыхлитель я всегда просеиваю. Всё это перемешать. 2 чайные ложечки соли. Соль не с бугорком, иначе будет сильно солёно. Вот так две чайные ложечки. Три яйца сюда. И 600 миллилитров молока. У меня стакан 300 миллилитров, как раз три стакана. Я сперва налью один стакан. Разобью немножко яйца и в серединке вот так вот буду это всё размешивать, чтобы у нас не было комочков. И потихоньку буду доливать молоко. Молоко у меня не жирное полтора процента, но можно и домашнее жирное молоко взять. Теперь всё это просто перемешать, чтобы не было комков. Вот такое должно получиться. Чуть гудше, чем на блины, как на оладике. Всё, комочков я беру. Если мелкие есть, тоже не страшно. Всё, тесто у нас готово. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло на дно кастрюльки и ждём, пока она задымит не сильно, так слегка. Вот она у нас уже начинает немножко дымить. Теперь мы вот это всё выливаем сюда. Огонь я не убавила. Кастрюльку нужно брать такую, в которой не подгорает, не поджаривается, не подгорает. И можно делать в сковородке, но это тесто немножко многовато для сковородки. Если глубокая сковородка, можно в сковородке. Очень хорошо делать в казанках. И мешать мы будем вилкой, именно вилкой, больше ничем. Местные немцы делают в сковородке, нагревают масло в сковородке, потом выливают это тесто, потом это тесто, когда оно снизу поджарится, они его вот так делят на 4 части и лопатка переворачивает, обжаривает с другой стороны и потом они двумя вилками или ножом и вилкой просто рвут на кусочки. Я так не делала, я буду делать по-другому. Теперь нам нужно просто помешать и опять оставить, чтобы она поджарилась. Огонь у меня ещё пока что на полную мощность, у меня тройка, потом я чуть-чуть убавлю, на двойку поставлю. Далеко от кастрюли не отходим, всё время поглядываем. Теперь у нас уже типа клёцка такое и можно теперь вот немножко вот так разбиваем вилкой. Снова даём, помешали и снова дали поджариться. Постоянно не нужно помешиваться иначе оно всё комком возьмётся. Помешали, дали поджариться, снова помешали и так пока оно не начнёт крупинками браться. Снова мешаем, разбиваем. Теперь мы уже будем чаще мешать и разбивать. У нас уже теперь теста нету, уже тесто прихватилось и вот пока ещё вот таким комком, поэтому его нужно мешать и разбивать вот так. Всё дальше жарится. Снова мешаем. У нас уже от 1 отходит. Всё отделяется, ещё раз мешаем. Снова вилкой, боком вот так вилкой разбиваем. Даем снова поджариться. Всё у меня уже готово. Вот хочу показать, вот так оно должно рассыпаться. Оно и немножко вроде как ещё слепливается, но всё равно когда их вот так, они рассыпаются. После того как я, когда она уже начала немножко у меня крошиться, я уже потом огонь убавила на двойку. У меня тройка самая большая, я убавила на двойку. Вот такие штыры у нас получаются. Если вам понравился рецепт, готовьте на здоровье, заходите пишите. Всем пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok